воздушная дозаправка или дозаправка в полете это процесс передачи авиационного топлива из одного летательного аппарата заправщика в другой получатель в то время когда оба они находятся в полете чаще всего в роли летательных аппаратов в процедуре воздушной дозаправки фигурируют самолеты хотя ними также могут быть вертолеты и беспилотные летательные аппараты воздушная дозаправка позволяет заправляемому самолету оставаться в воздухе дольше увеличивая дальность или время его полета а проведя серию дозаправок в воздухе можно получить дальность полета ограниченную только усталостью экипажа и необходимостью технического обслуживания самолета дозаправка в полете может также позволить самолету взлет с большей полезной нагрузкой которая может быть боевыми припасами грузом или персоналом за счет недогруженного топлива которое пополняется уже после взлета для примера такая схема выполнения задания была штатной для американского самолета разведчика локхит ср-71 blackbird после полной дозаправки уже после взлета самолет становился примерно в двое тяжелее первые попытки заправить самолет без посадки его на землю были предприняты в 1921 году с применением самолета в мс сша have the land hd-4 и 5-галлонных канистр с бензином плававших с поплавками в реке потамок пилот вел самолет низко над водой а его ассистент находившийся в задней части самолета использовал крюк чтобы зацепить одну из канистр а первая фактическая передача топлива с самолета на самолет в полете было не более чем трюком 12 ноября 1921 года каскадер у если мы перебрался с линкольн стандарт на куртиз джейн 4 с канистрой заполненной топливом привязанной к его спине и залил затем это топливо в бензобак самолета излишне говорить что это попытка была не самым практичным способом дозаправки самолета в полете поэтому первой таковой считается дозаправка самолета в воздухе состоявшиеся над аэродромом рокуэлл филд на северном острове сан-диего в сша 27 июня 1923 года два самолета ввс сша на высоте около 150 метров перекачивали топлива из одного в другой с помощью специального шланга самолетами были одномоторные бипланы heavyland dh4 а система дозаправки состояла из 15-метрового резинового шланга с ручными быстрозапорными клапанами на его концах смонтированного на танкере во время дозаправки шланг спускали налетевший ниже заправляемый самолет и человек на заднем его сиденье хватал шланг и подсоединял его к топливному баку если шланг отсоединялся клапан немедленно перекрывал поток предотвращая распыление топлива на принимающий самолет и его летчиков из-за перепада высот двух самолетов топливо передавалось самотеком известны имена авиаторов совершавших эту дозаправку экипаж танкера пилот первый лейтенант вирджил хайн и заправщик первый лейтенант фрэнк сейферт а экипаж заправляемого самолета пилот капитан лоуис мит а его ассистент первый лейтенант джон рихтер занимался заправкой из задней кабины было перекачано около двести восьмидесяти пяти литров за одну дозаправку но на этом все и закончилось так как через шесть часов и 38 минут неполадки двигателя в принимающем самолете прервали этот длительный полет следующая попытка этих летчиков включала еще один третий dh4 в качестве второго заправщика 27 и 28 августа с 14 контактами в воздухе смит и рихтер налетали 37 часов и 25 минут что стало мировым рекордом продолжительности полета но это все еще было подобие циркового шоу в котором самолеты двигались по кругу чтобы продемонстрировать практическую ценность дозаправки в воздухе для преодоления расстояний 25 октября 1923 года смит и рихтер вылетели из сумма штат вашингтон в направлении на юг и после четырех дозаправок в воздухе приземлились на аэродроме роквелл филд в сан-диего всего через 12 часов этот беспосадочный перелет от границы до границы протяженностью 1280 миль продемонстрировал как самолет с обычной дальностью полета 275 миль может увеличить ее в 4 раза но в 1923 году американская армейская авиация еще не оправилась от хаотичной демобилизации 1919 года и от своих стесненных бюджетов в результате ранние эксперименты с дозаправкой в воздухе были отклонены как трюки особенно после 18 ноября 1923 года когда один из самолетов потерпел крушение а пилот погиб при попытке продемонстрировать дозаправку в воздухе во время авиашоу это была первая катастрофа с летальным исходом при дозаправке в воздухе и ввиду отсутствия практического применения ее в течение более чем четверти века после этого это был единственный смертельный случай однако попытки пилотов привлечь внимание к дозаправке в воздухе продолжались в июне 1928 года военные летчики бельги применив дозаправку в воздухе установили новый рекорд продолжительности полета более 61 часа в 1929 году бельгийский рекорд был побит в соединенных штатах самолетом атлантик фоккер си-2 армейского авиационного корпуса под командованием майора карла шпатца перед полетом чтобы привлечь к нему внимание общественности армейский воздушный корпус заявил что этот самолет будет оставаться в воздухе как можно дольше и чтобы подчеркнуть этот момент его назвали квыщен марк вопросительный знак коещерн марк был высокопланом с двумя 365 литровыми крыльевыми баками дополненными двумя 567 литровыми баками установленными в салоне два заправочных самолета были одномоторными бипланами дуглас си-1 с двумя 567 литровыми баками для разгрузки и заправочным шлангом который проходил через люк прорезанный в полу полет продолжался с 1 по 7 января квыщен марк пролетел по гоночной трассе длиной 110 миль от санта-моники до сан-диего в калифорнии во время полета было совершено 43 контакта с самолетом заправщиком в общей сложности квыщен марк получил 21 1577 литров топлива кроме того экипажи заправщиков передали 927 литров моторного масла а также запасные части инструменты еду одежду почту и поздравительные телеграммы все это с помощью веревки не койщен марк не два заправщика не были оснащены радиостанциями из-за их большого веса и ненадежности экипажи поддерживали связь с помощью записок сбрасываемых на землю сигналов рукой и фонариком а также письменных сообщений отображаемых на наземных панелях поскольку два из трех двигателей койщен марк были почти выведены из строя операция завершилась через 150 часов и 40 минут миссия койщен марк не предназначалась для военных но те оценив ее как успешную запланировали включить операцию подозаправки в воздухе планы армейских учений на весну 1929 года во время ее демонстрации бомбардировщик кистан битри должен был вылететь в сопровождении танкера дуглас из дейтона штат агайо на имитацию бомбардировки гавани нью-йорка а затем вернуться обратно но сильное обледенение в полете заставило танкер совершить аварийную посадку в юнионтоуне штат пенсильвания где он застрял в грязи и не смог из нее выбраться для продолжения миссии после этого бомбардировщик благополучно добрался до нью-йорка и вернулся в вашингтон без поддержки танкера эта операция должна была продемонстрировать ответ на символический вопросительный знак для военных но полученный ответ был забудьте об этом в течение следующих 12 лет в военном министерстве сша это и делали первые достижения побудили многих пилотов попытаться дозаправиться в воздухе в первую очередь чтобы установить рекорды длительных полетов к июню 1930 года рекорд превысил 553 часа в полете для этого потребовалось двести двадцать три дозаправки в июле на монопланике ртс-рабин грейтер сент-луис был установлен рекорд 647 с половиной часов это почти 27 дней в воздухе при этом пилоты обитали в шумных тесных вонючих отсеках своих самолетов неделями не касаясь земли время от времени вылезая на специальные леса чтобы обслуживать двигатели в полете несмотря на всю эту деятельность технология дозаправки в воздухе не достигла значительного прогресса и пилоты по-прежнему использовали опасный метод свисающего шланга между тем широко разрекламированная операция кощернмарк возродила интерес к дозаправке в воздухе британцев и в 1930 году королевское авиационное предприятие фарнбора инициировала серию экспериментов которые продолжались до 1937 года их усилия были направлены не столько на увеличение дальности полета сколько на то чтобы позволить самолетам взлетать с небольшим запасом топлива но с большим полезным грузом и затем дозаправляться в полете первоначально должностные лица королевских ввс ожидали что дозаправка в воздухе облегчит задачу летающих лодок у которых от разбега по воде с полной загрузкой сильно страдал корпус позже что она позволит бомбардировщикам максимально увеличить свою полезную нагрузку в сентябре 1934 года лейтенант авиации ричард от черли был направлен фарнбора будучи членом гоночной и пилотажной группы королевских ввс от черли в начале тридцатых посетил соединенные штаты где наблюдал некоторые попытки американцев осуществить дозаправку в воздухе последствии он нашел существующую технику дозаправки в воздухе грубой неуклюжий и опасной и разработал собственную систему которую позже запатентовал в системе от черли как танкер так и принимающий самолет тянули тросы с захватами на концах приемник летел по прямой а танкер пересекал его след сзади и протягивал свой трос поперек троса приемника пока два захвата не сцепятся после того как два самолета были соединены своими тросами и летели бок о бок лебедка на борту приемника втягивала свой трос а вместе с ним и трос танкера заправочный шланг был прикреплен к другому концу троса танкера и затягивался лебедкой в самолет приемник где он подсоединялся к заправочному соединению подключенный к двум самолетам шланг длиной 91 метр образовывал изгиб петлю после чего танкер поднимался на позицию немного выше приемника чтобы создать перепад уровня для самотечной выгрузки топлива оставалось открыть клапаны и заправка начиналась после завершения процедуры приемник отсоединял шланг а заправщик сматывал его затем тросы отсоединялись и сматывались следует отметить что и черли изменил предыдущую процедуру дозаправки и возложил почти всю тяжесть операции на танкер экипаж которого имел больше опыта в дозаправке чем экипажи случайных самолетов приемников система черли доводилась до 1937 года прежде чем многочисленные испытания выявили все ее изъяны но к тому времени что касалось королевских ввс необходимость в дозаправке в воздухе была прикрыта важными событиями в других местах а за океаном на сцене появился современный самолет и это все изменило но это уже отдельная история